Сива Гранд Пич Отель Это вход, главный вход Налево идет улица туристическая Там находится Литл Бута, самая крутая дискотека в Хургаде Множество магазинчиков Хороший магазин, как с фиксированными ценами, так и где можно поторговаться Торгуются они сейчас крайне неохотно Потому что кризис в стране из-за отсутствия туристов Видно по вечерам, что Хургада практически вымерла Большинство магазинов закрыто Прогуляться практически некуда Направо у нас тоже улица туристическая Движение одностороннее, слева направо получается от меня Там тоже магазинчики, фиксированные цены Лавочек таких Сегодня очень ветрено, поэтому не получается Может меня плохо слышно будет Сейчас я пойду внутрь, в лобби, ресепшн Сейчас такси проедет Вот эти такси, 10 фунтов такси по Хургаде 3 фунта за посадку и по 0,3 или 0,5 фунта за каждый километр Вот я прохожу через главный вход в Сиваграндвич отель Отель очень хороший, один из стариннейших отелей Хургады Построен для немцев До кризиса русских, русскоговорящих здесь даже не видели и не знали, кто это такие Но из-за кризиса приходится принимать товарищей из бывшего СНГ Что для немцев, конечно же, является шоком Потому что некоторые русскоговорящие люди Так, направо у нас ресторанчик, внутренний дворик Налево тоже дворик, там проход Бунгало Охрана хорошая, серьезная Могу сразу сказать, что владелец этого отеля египтянин Как мы узнали из разговоров с местными Он имеет партнерские связи в Германии Поэтому, соответственно, из Германии пожилых людей сюда и привозят Отель для пожилых людей Очень спокойный, тихий, очень ухоженный Охрана серьезная Немецкая пунктуальность, немецкая педантичность К русским, мы находимся внутри К русским отношение достаточно неоднозначное Есть официанты, которые относятся хорошо, улыбаются Вежливые, обходители Но есть такие, которые ориентированы исключительно на немецких посетителей, немецких жителей Так, это второй этаж Я нахожусь в лобби Поэтому, соответственно, не обижайтесь Если кто-то пройдет мимо Они просто не знают русского языка Я нахожусь в лобби в центре Здесь бесплатный Wi-Fi Вечерами целые сутки С утра можно посидеть после завтрака Вечером Налево у нас магазинчики Достаточно дорогие Ну, при отелях все магазины дорогие Дальше здесь у нас ресепшн Там ресепшн Дальше я не пойду уже Возле ресепшна проход уже к номерам В левое крыло Дальше там есть правое крыло Здесь подъем на второй этаж Там напитки могут быть как платные, так и бесплатные Можно заказывать Очень назойливо предлагают платные коктейли по вечерам Когда они притворяются, что есть один тут официант, который нагреб его, похож на обезьяну Он притворяется глухонемым и назойливо сует карту с платными напитками, коктейлями Если человек машинально сказал да, значит попал на деньги Магазинчики с сувенирами Я иду сейчас к направлению к столовой Здесь только обеды и ужины Нет, обманываю Завтраки и ужины Здесь бар платный Здесь сцена Сцена каждый вечер в 21.00 Здесь какое-нибудь представление, шоу Столовая, налево туалет Столовая, завтраки и ужины, повторюсь Вечером дресс-код Желательно, чтобы шорты, брюки прикрывали колени Нас один раз не пустили, но достаточно лояльно относятся Столовая достаточно большая, как всегда шведский стол Можно позавтракать или поужинать на террасе Налево выход на улицу Там двери Питание разнообразное Ягнятина, телятина, курятина, кальмары и прочее То есть голодным отсюда не уйдешь Пойдем дальше Я провожу обзорную экскурсию по всему отелю Сколько смогу, столько покажу Поэтому будет долго Предупреждаю сразу Сейчас мы выйдем Здесь есть выход опять же в ресторанчик, столовую Очень много здесь перекусочных, закусочных На пляже, куда мы дойдем, тоже очень много разных Так, там все В принципе, все просто достаточно За один-два дня мы изучили всю территорию Территория не очень большая Все компактненько, все очень аккуратно Вылизано, вычищено Сразу могу сказать, для любителей шумных пьяных застолий Лучше сюда не ехать Семейный отдых с детьми Пожилые люди Тишина, спокойствие приветствуется Здесь бесплатный теннис Здесь бар Можно пройти Туалет Также, насколько я помню На втором этаже Бесплатный бильярд До 11 вечера Алкоголь, напитки Все бесплатно После 11 вечера Алкоголь платный Проходим во двор Сейчас я сделаю обзор Сразу выход к бассейну Бассейн с подогревом Вода теплая Очень приятно окунаться Мы по утрам здесь купаемся Очень хорошо Приятный Освежает Сегодня очень ветрено, повторяюсь Пальма аж болтает Мы вообще в конце февраля Начале марта застали Наверное, всю погоду Какая может быть в Египте И сначала приехали Было достаточно прохладно Потом жара Как летом Ну и вот всего Вчера было облачно Сегодня ветрено Вот я вышел из отеля Вот так вот выглядит Внутренний двор отеля Центральное здание Получается правое крыло И Соответственно левое крыло Мы у нас расположили в левом крыле Кто хочет, может без вопросов Поменять номер С помощью гида С помощью гида Бесплатно Без гида С вас могут содрать От 100 долларов До 10 долларов Ну Это как у кого Финансы позволяют Мы сначала Хотели поменять номер Ну Подумали, что Менять шило На мыло Не стоит Бассейн Прекрасный Этот бар Я ни разу не видел Чтоб работал Здесь тоже можно Здесь как Можно отдохнуть Возле бассейна В принципе Все стандартно Единственное Что Отличает выгодно От других Отелей Здесь просто Все Сияет Чистотой Аккуратностью Ну Немцы Люди Капризные Поэтому Соответственно Для них Все И стараются Подавляющее Большинство Обслуживающего Персонала Очень вежливые Веселые Ну В принципе Как и везде Если ты улыбнешься Человеку То и человек Улыбнется тебе Вчера Например Я ходил Поторговаться Покупал полотенце Очень хороший Египетский Хлопок Одному Как-то Очень зло Получилось И мы с ним Расстались врагами А второму Очень весело Пообщались И расстались С хорошими друзьями Все как обычно Вот панорама Бассейна Здесь бар С алкогольными Напитками С зубками Дальше Есть Хот-доги После обеда Там подают Гамбургеры Там уготовится Человек Есть еще Здесь вроде как Бунгало Но Они Не называют Это Бунгало Оно тоже Но сейчас Отель заполнил На 40% Примерно Поэтому Поэтому В бунгало Никто не живет Вот здесь Вот Столовая Обеденная По заказу Боюсь Из-за ветра Плохо слышно Все будет Неудачный Я день выбрал Для видео Наверняка Здесь Мало говорит Мало говорит Людей Мы не обижаемся Нас игнорируют Они не привыкли К русским Просто Есть здесь Три человека Лишних русских Которые пьяными Выкриками Даже нас Смущают Ко всему привыкших Они здесь Явно лишние То есть Люди Которые Любят Громко Повеселиться Лучше Ейте Выбирайте Другие Отели Здесь Для отдыха Спокойного Семейного Выход на пляж Пляж Небольшой Так Я рукой Закрыл Молодец Вот это Вот Наша Столовая Обеденная Здесь Обеды Обед Тоже Трескот Только Не в плавках Не в купальниках Шорты Майки Без вопросов Вход В столовую Она сейчас Закрыта Вот здесь Даже знаки Есть Swimming Suits Запрещено Я думаю Что здесь Закрыто Хорошо Мы пойдем Там со стороны Пляжа Еще покажу Внутренности Столовой С одной стороны Кажется Здесь В столовых Как-то Хаотично Расположены Блюда Не так Как мы Привыкли Все подряд Идет Шведский Стол А в одном Месте Рыба Стоит С кальмарами В другом Месте Диетический Стол Отдельно В третьем Мясные Салаты Отдельно Ну Если быстро Разобраться Можно быстро Разобраться То есть На самом деле Все просто Отель нам Очень нравится Тихо Спокойно Если бы Не эти Товарищи Которые Приехали Побухать Было бы Вообще Просто На сто Процентов Прекрасный Отдых Здесь тоже Магазинчики Здесь конечно же Все дороже Они привыкли Богатым немцам Бедным русским Не особо Поэтому Лучше ходить По улице Где-то Торговаться Можно найти Подешевле Фиксированных Ценах Магазинах Можно найти Подешевле Там Где Поторговаться Так Пляж Здесь Обмывать Ноги Душ Сейчас Сделаю Небольшую Панорамку Сама территория Пляжа Вглубь Как бы Хорошее Море Тоже достаточно Сейчас увидим Там покажу Столовая Зайдем в столовую Покажу Внутри Столовая Хотя в принципе Там сейчас закрыто Ничего интересного То же самое На террасе На улице Внутри здания Здесь обеды Здесь проходят Обеды Завтраки И ужины Повторяюсь В главном Корпусе В здании Сегодня Не очень Жарко Вчера Было Облачно Жарко За 30 градусов Душно Влажность Большая Сегодня Ветрено Погода Весенняя Поэтому Очень быстро Меняется Но в целом Море Прохладная 24-26 градусов То есть В принципе Освежающих После жаркого Окунуться Самое то Многие Жаловались На Ну как Жаловались Пожилым людям Это хорошо Что мелкая Мелкая Лагуна Здесь залив То есть Искупаться Особо негде Для пожилых Людей Очень хорошо Здесь Глубина По колено До пояса Соответственно Можно Ну Для молодежи Сразу скажу Что Дальше Я пройдусь Вот эта изюминка Фишка этого отеля Это песчаная коса Я пройдусь До конца этой косы И объясню По поводу Дайвинга Или снорклинга Кому как больше нравится Там дальше Есть затонувшие корабли Их специально Как кораллы Затопили Чтобы было Что посмотреть Здесь очень мелко Направо Там лодочная станция Мы оттуда Плавали на кораллы Налево Получается Вдоль Я уже не пойду Лежаки Зонтики Есть тоже Бар Хороший С магазинчиками Пирс Который Выходит В море Под пирсом Глубина Достаточно Высокая То есть Там плавают Рыбки Если кто-то Не хочет Далеко плыть То можно Посмотреть На рыбок Там Ну рыбки Стандартные Там мальки Тунца Разноцветных Практически Нет Соответственно Так понырять Посмотреть Интересно Ну Запрещают Кормить рыбу Булками Они тут Дикие Мы отдыхали В одном отеле Там туристы Прикормили Было очень хорошо Вот я нахожусь На берегу Здесь море Мелкое Глубина Начинается Аж возле Буйков Если их отсюда Видно Вот пирс С ресторанчиками С магазинчиками Там можно посидеть Покушать Попить кофе Здесь бар Тоже на самом берегу Где дают соки Жарят овощи На гриле То есть В принципе Тоже Можно перекусить Ну и Ходят по Пляжу Официанты Предлагают Алкогольные Напитки Соки И прочее Отдых Для Спокойный Отдых Здесь прекрасный Для Людей С повышенной Как это сказать Тяга к спиртному Здесь очень тяжело Здесь волейбольная площадка На косе Сейчас Прилив Небольшой То есть Люди Играть Невозможно Вода То поднимается То попадает Эта коса Бывает Практически Полностью Покрывается Водой Очень интересно Так По ней прогуляться Скажем так Хорошо Вот здесь На конце косы Сейчас я еще Дойду сюда Надеюсь Слепит На конце косы Достаточно глубоко Справа Слева мелко По колено воды Ну видно По цвету моря Наверное Дальше Пройти метров Сто Получается Глубина начинается Но ничего интересного Там песок Рыб нет Кораллов нет Так Если какая-нибудь Заплывет Случайно То Тогда интересно Ветер задувает Боюсь Что ничего Слышно не будет Ну надеемся Что Что все будет хорошо Вот здесь Конец косы Практически Вот здесь Дальше Вот Будет Глубже То есть Вот эта коса Получается Намывается Вот так вот Морем Там мелко И здесь уже Она как Как дюна Круто Опускается Вниз То есть Здесь уже Глубина Порядка Двух-трех метров И очень резко И хорошо И ходит В глубину То есть Здесь можно Хорошо поплавать Вот отсюда Погулять Территория Интересно Там Единственное место Где цветут Бугенвелии Везде Они выстрижены Вылизаны Практически Ничего не сможет Просто Что еще Весна Так Наверное Надо было Все-таки Вечером Идти На закатик И так Здесь Солнышко Садится А то сейчас Немножко Наслепит Так Что у нас дальше Вот я дошел До конца косы До конца косы Там вот По правой стороне Все глубоко По цвету моря Можно определить Здесь можно Хорошо Понырять Поплавать Есть Здесь Какие-то Кучка камней Которая Сойдет за кораллы Там очень мало рыбок Ну Практически Ничего интересного Дальше Все самое интересное Начинается дальше Для любителей Понырять Я сам ехал В другой отель Чтобы поплавать С маской С ластами И был очень разочарован Сначала Но познакомился С немцем Да и венгистами Он мне рассказал Страшную тайну Про которую Никто не знает Вот В конце Есть Буй большой Как точка Там Левее От него Корабль с мачтами Два корабля Четыре мачты Порчат Вот эти корабли Пришвартованы К затонувшему кораблю И там их По-моему Даже несколько Если кто не поленится Может поплавать Посмотреть Вот там интересно Там Плавают барракуды Рыбы флейты Двухметровой Длины Косяки рыб Кораллы растут Тропические рыбки Плавают То есть достаточно Поплавать Не полениться Поплавать Проплыть эти сто метров Достаточно просто Я плавал То есть как бы Не жалею абсолютно Пешком дойти До этого большого буя Можно Ой какой ветер сильный До буя Пешком дойти Там уже проплыть С маской и ластами Ну на этом в принципе Я думаю и все Здесь достаточно все просто Тихо Спокойно Можно отдыхать Экскурсии и прочее Недорого стоят Из-за кризиса Так что сейчас Надо самое время Вот на этом Заразная экскурсия Надеюсь кому-то поможет Кто сюда едет Нам очень понравилось Поэтому Поэтому советую Приехать в этот отель Для спокойных Тихих Творческих людей Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...